друзья всем привет мы продолжаем знакомство с городом толеда с южной части этого города вот здесь вот если вы пройдете за речку здесь конечно во первых очень хорошо видно как город защищен со всех сторон то есть и река здесь течет и стены и вот мы наверное сейчас еще выше поднимемся увидим вот эти вот здания все вот вот эта церковь собор и вот это здание правительства ну говорят сейчас там в общем оружейный музей и а что самое интересное вот в эти вот крепости храмы церкви которые старые них местным тоже нужно платить и там 10 20 30 там некоторые 50 евро даже даже типа местные платят но нам так испанцы сказали может быть из-за того что он приезжий испанец вот им платить за это тоже на и вот здесь вот такая вот дорога там с левой стороны есть пешеходная тропинка и вот вы едете и вот так вот город со всех сторон разглядываете город его здание здесь прямо вот эти вот смотровые площадки называются мирадор эль мирадор и у них у всех разные названия и везде в разных местах разный вид открывается на город кстати здесь наверно даже поспать можно потому что сегодня вообще не жарко было ночью мы даже кондиционер ночью не включали туристов привезли из вот друзья как я вам уже вчера показывал со всех сторон здесь город омывается рекой и вот крепостные стены можно видеть и можно понять как тяжело было его захватить какой он трудом доступный был вот здесь вот карта такая железная ЮНЕСКО ТОЛЕДО под защитой ЮНЕСКО стоит между прочим я определенно прям это вот самое лучшее пожалуй место в ТОЛЕДО где я был где мне больше всего понравилось но мне город и сам по себе в принципе понравился у них здесь пожар был вот это все горело между прочим в общем приезжайте вот на эти смотровые с площадки мирадор и смотрите знакомьтесь здесь кстати сейчас и Греция и Европа все все города все все горит потому что жара засуха сегодня едем в Мадрид там тоже жарко будет сейчас зашли в магазин Макадамия по-моему называется Меркадона и в общем там большими буквами в этом магазине он зелененький такой написано что один час бесплатно мы в общем зашли купили продукты быстро сели покушали там в туалет сходили туда-сюда и в общем я еще раз зашел потом в магазин еще раз совершил покупки и и хотели выезжать а нас не выпускает в общем шлагбаум и мы подходим опять к кассиру говорим что такое она говорит а вот вы типа здесь мы вам дали 20 минут на выезд и типа вы здесь за 20 минут за эти не успели я говорю как но час же прошел но как почему и в общем она говорит что типа вот это время дается только на то чтобы вы находились внутри покупки совершали и хорошо что я зашел туда второй раз совершил покупку то есть здесь у них такая система вы когда заходите в магазин совершаете покупки потом на кассе даете этот парковочный билет и она его как бы обнуляет она обнуляет и дает вам 20 минут на выезд поэтому учтите что с вас могут взять деньги даже если вы меньше часа находитесь но вы совершили покупки и уже то есть обнулили вот допустим вам дается час но вы зашли совершили покупки допустим за 5 минут и вам еще даются всего лишь 20 минут в итоге 25 минут получается а не час то есть такого рода здесь система существует имеет место быть поэтому будьте осторожны но они нас выпустили конечно же когда я им уже начал объяснять все популярно что я оплатить ни за что не собираюсь не намерен здесь как минимум три моста идет к этому городу крепости вот первый второй и один мост с той стороны и естественно если люди хотели сюда как-то попасть хотели как-то зайти им надо было во первых там справа на гору залезть потом через эту речку как-то через переплыть через передавать перебраться и потом туда собраться и потом только там как-то сражаться с замок этот забирать мне кажется он не был взят ни разу я почему-то так думаю а хотя здесь разные эти были наверно может быть даже его и брали да да коса замок этот соли до мосты вот там я гулял вчера прям самом центре вот они эти мосты прям по ним тоже можно походить а еще и с той стороны есть мост и с той стороны можно и въехать еще вот с северной стороны прям въехать можно въехать есть ну круто можно сказать со всех сторон река да да конечно не так просто было туда попасть мы только выехали с толедо вот здесь начались вот эти вот развязки их любимые кстати у них каждый номер высота каждый мост про написано высота цифр написано на каждом мосту я думаю это связано с тем что когда они возят какой-то не габарит чтобы они понимали что здесь можно проехать провести в общем мы выезжаем на автостраду это бесплатная дорога туда ведет две дороги одноплатная одна вот такая вот бесплатная как платная во многих странах и естественно нет вообще абсолютно никакого смысла платить за платную дорогу вы можете ехать останавливаться вот на съездах отдыхать в туалет ходить воду набирать в общем направляемся в сторону мадрида мадрид находится примерно на высоте там районе 700 800 метров тоже наверное так же как алмата примерно центральная часть ехать на 58 минут всего лишь и я думаю может один два дня мы проведем в мадрид и потом примем решение либо на побережье возвращаться либо уезжать вообще из испании пока вроде бы едется и цены вроде бы нормальные сегодня мы за 40 евро сады вот это вот как будто бы платная магистраль потому что сюда никто не выходит здесь никаких помех нет ограничение по скорости по моему 120 но мы едем по ней бесплатно абсолютно вот мадрида 42 100 лет поэтому поэтому выезжать на платные дороги никакого смысла нет вот такие остановочки здесь с бургер кингами есть во всех там везде вай фай есть ну в испании вот сколько мы европейских стран проехали как-то я себя здесь более комфортно чувствую по сравнению с теми со всеми странами с Грецией с Италией Испания наверное это такая Турция на максималках то есть похоже все с Турцией но просто уровень жизни выше и некоторые продукты больше стоят и проживание больше стоит ну хотя сейчас в Турции сезон если вы приедете куда-то на побережье там вы тоже немало будете платить поэтому по сути что путешествовать по Европе по центральной части или там что путешествовать по побережью по Турции наверное одно и то же а в магазинах некоторые продукты стоят даже меньше чем у нас топлива здесь меньше стоит чем во всех европейских странах ну конечно не так мало как у нас или в России или в Турции но все равно всегда всякие разные центры ну там особо мне кажется делать нечего а еще нам в Бадриде надо найти масло я хочу одну канистру масла еще закинуть себе в машину возить с собой мы сейчас написали одним они у нас вин-код попросили чтобы именно для нашей машины чтобы нам подходило они думают мы не знаем какое масло нам нужно заезжаем в Мадрид с южной стороны и вот здесь вот очень много буфетов азиатских китайская кухня наверное тоже японская есть и в Толето тоже было много азиатской кухни а здесь прям наверное какой-то чайна-таун здесь смотрите и ну не знаю мы еще не заехали нам 20 минут ехать до центра 20 километров но впечатления такие я не люблю вот это вот вот эти вот развязки большие кучу машин вот эти дороги как будто где-то в Сан-Франциско где-то в Калифорнии оказался и мне не нравится вот когда много зданий все я люблю когда природа есть побережья море люблю вот так смотреть леса, поля, луга Мадрид наверное слишком для меня слишком большой город сколько там населения? ну несколько миллионов по всей видимости не больше чем в Барселоне значит это около 2 вчера мне он говорил 1,5 что ли 1,6 около 2 миллионов в общем здесь живет и вот все вот так вот начинается дома а кстати это же новый город он только 800 в начале 800-х годов ну относительно новый город но все равно это уже мегаполис современный со всеми вытекающими из этого здесь конечно же будет очень много эмигрантов очень много грязи скорее всего будет и всего вообще такого ну посмотрим сейчас по крайней мере вот мы пока заезжаем я пока не знаю что здесь а он пишет 3,2 миллиона на 2019 год 3,2 ну вот значит может быть даже 4,5 миллиона в культуре селения подъезжаем здесь осталось нам 7 километров до отеля ну и отель у нас как бы не в самом центре ну в Мадриде находится и посмотрите какие здесь дороги 6 полос одна дорога и еще байпасы вон по 2 полосы 4 полосы 10 полос вот сейчас здесь вот мы проезжаем естественно никаких пробок нету несмотря на то что сегодня пятница пятница ждать сегодня короче какой то рабочий день сегодня не выходные и четверг тем более и в общем мы вот так вот едем уже подъезжаем вот сейчас уже будет через 6 километров наш отель и ну по каким то вот таким объездным обводным дорогом едем наверное типа нашей восточной объездной ну вообще ни одного светофора не было даже я помню анкорумы проезжали стояли ну потому что я там попал и по объездной не поехал заезжаем в наш райончик где мы будем жить наконец-то появилась зелень у них здесь ну весьма такой миленький на первый взгляд район полтора километра до нашего отеля и еще нужно отметить что там ближе к центру конечно же будут все парковки платные и тяжело будет наверно на выходных найти парковку потому что многие люди из маленьких городов на выходные едут в большие либо на побережье и как раз мы здесь оказываемся тоже ну наверное вот четверг-пятницу проведем и на выходные скорее всего едем и что еще а и в самом центре там есть зона в которой нельзя заезжать днем только по пропускам нужно регистрироваться что ваша машина там не вредная либо могут вообще просто не пустить потому что только для резидента и на самом деле нюансов очень много очень много и об этом обо всех этих нюансах надо знать вот здесь допустим односторонняя дорога а нам было бы ближе вот так сюда но мы сейчас объедем конечно же вот вот такой спальный райончик мадрида тихий спокойный я думаю здесь либо автобус есть до центра либо можно на электричке будет доехать за пару евро но здесь зато спокойно и бюджетно получается ну и воздух конечно же здесь будет чище чем где-то в самом центре и не так жарко может быть единственно что вы просто тратите время на дорогу но в любом случае путешествие оно на то и путешествие что вы путешествуете как бы и смотрите все и окраину смотрите города и смотрите центральную часть в принципе изабель гарсье калли кая 2 л считается как е кая да 2 л это 1 как л а 2 как е кая что это улица кая вот парк у них ну здесь чисто между прочим прям чисто так мы заезжали было много грязи а здесь прям все так убрано друзья мы оказывается приехали не в тот отель название похоже я всегда проверяю чтобы адрес был одинаковый он оказывается 8 километров отсюда 13 13 минут ехать как хорошо что у нас есть машина и мы можем просто дверкой хлопнуть и поехать туда куда нам нужно но все равно посмотрели эту часть мадрида тоже а я ехал удивлялся думал что вроде бы как то у них здесь похоже все и как будто бы здесь и это рядом вот такие у них парки детские здесь мощные ну с парковкой как всегда вот видите если парковка бесплатная то все оно сразу будет автоматически составлено потому что у машин у людей машин много и конечно же они их паркуют стараются бесплатно парковать и они понимают что они как бы могут машину вот бесплатная парковка они могут машину поставить и она будет здесь стоять никто ничего не скажет мы сейчас зашли в кэрфорд супермаркет и у них здесь продаются аккумуляторы и вон там моторное масло еще и шины можно в супермаркете купить кэрфорд такие у них здесь цены на аренду 200 квадратных метров стоит 4000 евро а это 2000 евро 150 квадратных метров аренда если покупать вот здесь есть и по полмиллиона и по миллиону виллы а это квартиры можно вот за 140 тысяч купить за 150 тысяч можно купить 70 квадратов 76 квадратов в кэрфоре лежат продукты и вот здесь написано что можно либо этих покормить птиц либо я не знаю даже кого томатной пастой здесь кормить для кого это навалено все можно взять вот пожалуйста кто не может покушать можно вот набрать это к тому что вот типа если кто-то голодает вот приходите кэрфорд берите здесь бесплатно но если у вас просят деньги на еду вы можете их тоже в кэрфорд всех отправить это для птиц для птиц? а что птицы у них есть? не знаю ну а что птицы томатную пасту или оливковое масло будут есть что ли? какой у нас друзья сегодня отельчик приличный прям нужно сказать очень даже приличный за 55 евро всего лишь вот так он называется NH отел стаканы открывашки салфетки все есть сколько пешком до центра парковка здесь бесплатная и там кэрфур еще на одной территории здесь заправка кэрфур вон прям кэрфур рядом груша вот растет сейф есть это вот типа приличных отелей таких 4 звездочных в Турции здесь 3 звезды но он похож на 4 звездочный где-то в Турции и по цене и как бы полностью по оснащению шапочка для душа можно использовать в бассейне купаться и здесь даже лосьон есть для тела смотрите друзья это вот рядом с нашим отелем мусорка вот они здесь анкерные болты выкидывают еще что-то уголки еще какие-то уголки это по моему для лесов строительных крепления гвозди просто закончили работу и вот так вот выбросили это все там инструментов строительных евро на 100 наверное как минимум и вот они взяли вот так выбросили я пошел гулять в сторону Мадрида тут есть автобус 20 минут ну мы как бы тоже в центре находимся вот это кэрфур наш магазин рядом с нашим отелем здесь заправка большая стоянка и вон там вот отель доехал до какого-то либо театра либо вокзал это я не знаю даже что это оттуда очень много людей выходит и вот здесь пауана устроили той же вечериночку там с артистами короче у них здесь 10 часов вечера и кипиш идет первая моя достопримечательность это храм это бода не знаю честно говоря что это за храм в общем он находится здесь на горе на холме здесь очень много людей собирается там на траве на газонах и открывается очень хорошая панорама такой вид на в принципе на все части Мадрида я так понимаю это одна из самых высоких точек здесь возможно там еще дальше есть сейчас будем смотреть изучать но людей очень много здесь и не так жарко как днем потому что сейчас самые жаркие дни вообще исторически очень жаркие дни и вечером ночью намного спокойнее гулять здесь ветерочек прям классно вот так это выглядит достопримечательность честно говоря не понял что она значит и вообще рядом площадь Испании и вот такая вот интересная архитектура меня встречает здесь люди отдыхают выпивают выпивают фонтанчик это тоже начинается здесь такая интересная архитектура очень много людей гуляет здесь тоже есть вот эта вот зона нулевых выбросов по-моему она ночью не работает но все равно машин мало и парковочных мест тоже мало запрещающих знаков много и короче говоря самое лучшее это конечно же гулять пешком по таким большим городам ну город вроде бы чистый вроде бы чистый не такие то есть центр не такой грязный как были окраины когда мы заезжали подъезжали да друзья чувствуется конечно определенно прям уровень жизни высокий какой здесь и очень много людей это площадь Испании если я не ошибаюсь я сейчас пришел и вот здесь вот такое интересное мероприятие у них они показывают фильм барби вот так вот показывают 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 а здесь люди вот это все люди в наушниках сидят его и смотрят тихонечко на площади Испании в Мадриде смотрят фильм барби хе-хе-хе-хе хе-хе-хе хе-хе хе-хе-хе я думал я видел все оказывается нет хе-хе-хе хе-хе-хе прям у них здесь попкорн продается вот вход вы можете купить билет и по сути зайти посмотреть они здесь еще помимо барби еще другие фильмы показывают там напитки продают удивительно здесь оказывается проходит какой-то вот фестиваль еды и фильмов и по всей видимости здесь разные угощения продаются и вот ярмарка проходит несмотря на то что как бы сегодня четверг люди приходят здесь вот так вот отдыхают целуются флаг испании и отдыхают в общем очень много красивых людей очень много красивых людей как и в барселоне я честно говоря думал что мадрид будет отличаться от барселоны будет типа такой какой-то грязный как рим или еще что-то на самом деле город очень чистый светлый такой яркий и не тесный вообще не душно нисколько а здесь как будто бы прям вообще нью-йорк и у всех машин синие номера я думаю это номера такси вот тесла вот это модель уай например и здесь вот тесла модель модель уай такси пожалуйста смотрите сколько людей и это с учетом того что сейчас 11 часов вечера люди вышли погулять а ну вот как раз таки и вот эта зона про которую я вам говорил все уже дальше туда нельзя заезжать потому что короче говоря я только в общем машины специальные которые зарегистрированы но эта зона она по-моему не работает ночью и в общем вот камеры которые это все фиксируют то есть не так просто не думайте что вы сможете заехать и короче говоря здесь все серьезно чисто первое что бросается в глаза это то что здесь очень чисто прям невероятно чисто вот здесь можно заказать туры толеда где мы с вами были уже вчера и вот на тук-туках на сегвеях туры можно заказать ничего здесь только нет вот девушки целуются а да не ожидал я честно говоря увидеть такое в Испании Бургер Кинг Макдональдс как всегда очередь у них а вот фонтанчики в которых можно набрать воду питьевую бесплатно и либо просто попить потому что очень жарко и поэтому у них есть везде на каждом шагу на каждом углу есть вода питьевая бесплатно доступно поэтому берите с собой вот такую бутылочку всегда и у вас всегда будет бесплатная вода и удобно нести и есть вода потому что когда жарко нужно пить еще больше воды у них здесь конечно же работает Uber кстати я сейчас сел в автобус и хотел купить билет у водителя по-моему не было сдачи я ему дал 20 евро он говорит показывает мне на 5 евро и мы друг друга понять не можем он говорит ладно типа тебе куда ехать я говорю да вот в матриц центр он говорит ладно проходи и пропустил меня просто так я не знаю сколько стоит проезд или карточка что там нужно было покупать потому что на остановке естественно это ничего не продавалось и в общем он просто меня бесплатно провез прям как у нас в Алмате еще запахи очень приятные здесь видимо это парфюм от людей такой ветерочек чем-то напоминает наверное даже Нью-Йорк может быть Тайм-сквер или Токио какие-то большие мегаполисы очень много красивых людей очень много еды продается допоздна работает вот эти вот ноги повсюду хамон свины они прям это обожают турецкая еда есть ну турецкую еду мы будем в Турции кушать здесь мы все испанское кушаем так а здесь друзья по-моему здесь настоящий кинотеатр или что-то похожее на это да не знаю что короче здесь люди стоят ждут что там вообще интересного они дверь открывают в здании и оттуда прям холодный воздух сразу спускается по-моему они кого-то хотят увидеть кто-то сейчас выйдет оттуда да это кинотеатр по всей видимости и много людей стоят кого-то ждут вот по улицам только такси ездят такси либо доставщики еды обычных машин вот у убер обычных машин вообще практически нет все пешочком ходят ну и поэтому естественно они такие подтянутые здесь поэтому они очень хорошо выглядят потому что они много хорошо двигаются здесь уже архитектура не такая уж прям помпезная как в Барселоне но встречаются тоже интересные дома я наверное ждать не буду а то так долго можно ждать неизвестно кто там даже выйдет прям вот определенно мне напоминает Тайм-сквер это лифты вниз спускают в метро полиция у них здесь на БМВ катается и это какой-то район кинотеатров здесь очень много кинотеатров прям люди выходят и выходят с кинотеатров одна из центральных прогулочных площадей вот это вот станция метро и вот в коробках люди строят себе из коробок вот такие вот дома кто-то даже укрывается коробками кто-то стены из коробок делает и по всей видимости потом наверное на следующий день они будут либо их сдавать эти коробки либо как то есть они живут в этих коробках ночуют я имею ввиду потом на следующий день наверное занимаются своими делами и потом опять в них спят и видимо эти коробки здесь либо просто стоят либо что я даже не знаю в общем летом конечно позволяет температура а зимой наверное здесь будет прохладно очень много людей здесь конечно на этой площади по всей видимости это одна из центральных площадей и люди вот так вот собираются много парней друг с другом гуляют девушки друг с другом гуляют в общем Европа одним словом а еще здесь есть вот такой канабис шоп и я так подозреваю что там мороженое и вот эти все сладости там какие-то чупа-чупсы все это из травы сделано ну там ажиотажа конечно же нет такого прям большого очереди какой-то большой но честно говоря я не удивлюсь что действительно это прям как в Амстердаме все здесь легализовано еще здесь у них в Мадриде я не знаю сколько это стоит услуга вы можете привезти свой багаж и выбрать по своему размеру вот есть совсем маленькие есть прям большие и короче говоря закрыть там свои вещи и потом погулять понаблюдать здесь за достопримечательностью это центральная площадь Мадрида и вокруг нее сконцентрированы ну во-первых вот так вот уходят улицы в разные стороны и по каждой улице по вот этой можно погулять пройтись куда-то и в общем там всякие разные кафе, бары, рестораны 12 часов ночи вообще даже думаю никто спать не хочет здесь у них по-моему танцы вы можете управлять в салет а так переход пока сухон танцы все Wie вы хватит Вот видите, друзья, выступление здесь в Мадриде, девчонки. Показывают, как надо танцевать, без музыки, правда, но все равно музыку потом наложат, получатся грязные танцы, прямо в самом центре Мадрида. Удивительно. Нужно отметить, что у них прямо здесь весьма-весьма такие цены, демократичные, несмотря на то, что высокий уровень жизни. Вот пиво и бутерброд нам, котлета какая-то, 4,5 евро, здесь 15 евро мясо с картошкой, с вином, с салатом, с сосиской. То есть один человек запросто может это покушать. Тоже также можно встретить готическую архитектуру. Луи Виттон, квартир. В таких домах расположились. И уже за 12, за полуночь, а люди все никак спать не хотят, гуляют. Видимо выспались в сиесту, а теперь гуляют. Кстати, вот это вот первый раз за все время я здесь сигнал услышал, а вон там таксист въехал. Досигналился и въехал, короче, в другого таксиста. Вон там не просто таксист, там таксист девушка. И, в общем, она в него въехала, они что-то там поздоровались, друг другу сказали и поехали дальше. Никто ничего разбираться не стал. Друзья, посмотрите, какие у них двери здесь. И это вот стандартная процедура, такие двери здесь в зданиях обычных, простых увидеть. Ну, где здесь либо офисы, либо что, я даже не знаю. И, конечно же, Мадрид, он прям такой, нужно отметить, роскошный город. Здесь такие отели постречаются, прям пять звезд, которые вообще ничего общего с турецкими пятизвездами не имеют. И прям по ним сразу видно, какие они роскошные. Да и вообще весь сам город тоже прям кишит роскошью. Здесь какое-то конгресса, конгресс депутатов. По всей видимости, здесь раньше было здание конгресса, когда-то в свое время. Ну и, возможно, оно до сих пор, потому что оно прям охраняется и полиция, и вообще все дела. Вон флаг Испании. А там фонтан, просто роскошнейший фонтан. Здесь вот такие вот отели, причем нету толпы ночью, и ничего общего не имеет город с Римом, с Неаполем. Чистый, спокойный город, без крика, без шума. И вообще чувствуется, какой высокий уровень жизни здесь. Это вот у них, значит, дорога простая здесь. А это кольцо такое, и в центре кольца роскошнейший. Прям фонтан красивейший. А вот это NH Collection Hotels. Это, по-моему, вот как раз-таки такой же отель, в котором мы живем. Только он чуть дальше отсюда, но чувствуется все равно. В том отеле тоже уровень высокий. У них также везде есть бесплатные туалеты. Вот такие вот в Мадрид. Там с мылом, с водой и парки. Вот такие вот широчейшие бульвары здесь. И они сейчас сюда проходят, в ту сторону. Там еще большой парк должен быть со творцом. Здесь у нас, значит, еще тоже памятник. И музей Прада. Помпезнейший. Еще то, что удивляет, это у них строительные леса. Компоненты всякие разные. Они просто накрыли сеточкой какой-то, тряпочкой. И это просто вот так вот все лежит на улице. Под открытым воздухом в центре города. Вообще никто даже, вообще даже никто не вздумает прикоснуться. Просто куча, вообще никаких камер нет. Ничего никто за этим даже не наблюдает. Просто люди и строители оставили и все, пошли спать. Да, весь, весь город закатан. Либо в плитку какую-то гранитную, либо в бетон. Аккуратненько все. Вот мусор у них какой-то образовался. Они его тут же в пакетик аккуратненько сложили. Ничего не рассыпается. Ничего в биг-бэке. Кран приедет, заберет все. Вот так они работают. Гигантский парк тоже в центре Мадрида. И там есть дворец. Но парк, по-моему, сейчас закрыт. Там есть освещение, но двери вот так вот, ворота все закрыты. Прям написано парк Мадрида. Там очень большой дворец есть, водоем есть. Ну и он закрыт, наверное, просто для того, чтобы там никто не баловался ночью. А так парк очень красивый. Так, ну покрытие вот, вот это вот такое песчаное грунтовое покрытие. Но все равно круто. Такое они, значит, реконструируют. Удивительно, друзья, знаете, то, что почти час ночи и город вообще не спит ни капельки. Вот общественный транспорт девушка ждет. 26 градусов у них вечером здесь. Должна быть на выходных тоже жара. Поэтому мы будем либо уезжать, либо спасаться от жары где-то в гостинице, наверное. Даже уже ночь, и люди выпили в барах. И никто не буровит, никто не кричит, никто не напивается, никто не валяется, никто не блюет. Все как-то спокойно. А люди отдыхают. И все это на какой-то спокойной, позитивной волне находится. Вот еще один фонтан, по-моему. Да. И рядом с этим фонтаном тут какое-то такое грандиозное здание. Архитектура очень такая выразительная. Смотрите. Это вот рядом с Арханом находится. По всей видимости дворец Сибелис. Вот такой вот грандиозный. Туда тоже вроде как вход платный. И фонтан здесь тоже такой красивенький. У них здесь работают фонтаны. И много людей, и много туристов только что с чемоданами приехало. Почти два часа ночи все куда-то идут. Здесь еще, друзья, плюс ко всему и вечный огонь. Полицейские на RAV4 у них здесь катаются. Кто хотел сделать фото. И, в общем, выключили они фонтан. В час ночи выключают, оказывается, здесь фонтаны. Имейте ввиду. Но метро до сих пор работает. Отсюда тоже красивый вид открывается. Метро, во-первых, до сих пор работает. Во-вторых, общественный транспорт, наверное, всю ночь будет ездить. И вот как раз знак этот еще. Еще раз. То есть здесь по краешку еще, видимо, можно проехать. А туда вовнутрь вот эта зона нулевых выбросов. То есть, чтобы туда заехать, вы должны зарегистрировать свою машину сначала. И только потом сможете туда заехать свой номер. И это все предварительно делается. Ну, здесь эта зона не такая большая, как в Барселоне. В Барселоне прям она охватывает большую площадь. Вот метро. Курить там нельзя. Очень светлое. Артисты здесь выступают. Все спокойно. Никто не кричит, не шумит. Пьяный не болтается, не шатается. Вот у них здесь выпить это, наверное, больше про то, что просто так. Кифа вулкана. Артисты. То есть у них они выпивают это, ну, наверное, просто больше как ритуал. У них нет такого напиться, как у наших. Водки там или еще что-то нажраться. Ходить. Сходить с ума. У них здесь очень доступен алкоголь и вообще все такое. А вот, кстати, камеры, которые вот это все фиксируют. Все вот эти нарушения, по всей видимости, они фиксируют. И плюс ко всему, наверное, еще и светофор фиксируют. А, ну вот они здесь и там. То есть они въезд и выезд фиксируют. Наверное, еще и вспышка есть. Я здесь, друзья, хожу прям как в музее. Несмотря на то, что у меня прям такой богатый опыт путешествий, Мадрид меня прям безусловно удивил. Приятно. Либо я не знаю, либо потому что я вечером здесь хожу, как бы и нет вот этого кипиша, нет жары. Не знаю даже как это объяснить, но город очень приятный. Прям во всех смыслах. Вот доставщики еды поехали. Мне нравится здесь. Насколько сильно я не люблю мегаполисы. Вот Мадрид прям удивил меня, конечно же, приятно. Приятную сторону. Архитектура очень красивая. Много электромобилей, много электрического транспорта всякого разного. Они борются за экологию, за чистоту. Деревьев много высаживают. Парки, вот это все. То есть это мегаполис, но он прям вообще не чувствуется. Как будто бы вы не в мегаполисе, а где-то в маленьком городе. Улицы, дороги, широкие все проспекты. Ну интересно. Буквально на каждом шагу одно здание краше другого. И вообще никакого, ни грамма, нигде мусора нет. Чистейший город. А у нас сегодня начинается знакомство с Мадридом. Вот такого вот музея авиации и космонавтики. Но здесь в основном все такие старенькие самолетики на первый взгляд. Вон там солдаты, армия. Это, по-моему, военная техника. Да, это тоже очень старый. Вход в музей бесплатный. Просто можете оставить там какие-то свои пожертвования, если захотите. Ну, по сути, такие же самолеты, такие же можно в Ставрополе увидеть в парке бесплатно. Точно так же можно зайти посмотреть. Хотел свой рюкзак с собой взять, и они сказали, нельзя, нужно оставить. Я сначала думал, им не нравится ножик, то, что у меня там торчит. А на самом деле им рюкзак не понравился. Ну, в общем, интересный. Ну, вот так, чтобы прям специально сюда ехать, я бы, наверное, не поехал. Интересный, конечно, музей. Мы просто здесь были как бы рядом, и поэтому решили приезжать. Ну, вот то, чтобы специально прям сюда, я бы, наверное... Хотя не знаю. Интересно, конечно. Мне здесь, в принципе, в Мадриде вообще все интересно. Вот здесь можно посидеть в тенечке. Он только до двух часов работает, у них потом съеста. А вот это у них бочки двухсотки, наверное. Как наши двухсотки. Они вот так вот заправляли топливо. Какие у них БТРы? А это, по-моему, даже действующий БТР. Они на него, наверное, здесь что-то тягают, таскают. Ну, это вся, конечно же, списанная техника. Вон те самолеты не поместились в ангар, поэтому торчат. Так, здесь что? Здесь какие-то закрытые павильоны. Это, скорее всего, либо для электричества, либо для связи. Посмотрим, что внутри. 2005 год. Ну, а здесь макеты просто уменьшенные. Какие модели были, вот как они выглядели, как это зарождалось. Все, 1987 год. Вот такие самолетики. В масштабе просто. Ну, конечно, все равно будет, наверное, интересно. Людям, которые авиацию любят, вот так посмотреть. Тем более, вы приходите здесь все бесплатно. Ну, до двух. Вообще, на самом деле, в Мадриде много музеев бесплатных. Проводят определенное время, когда можно туда прийти. Вот видите, вот эта машинка, она специально запускала мотор. Вот так вот винт раскручивала, и он потом взлетал. Потому что люди не могли такой большой раскрутить. Интересно, конечно. Все тоже очень чисто так у них. Здесь культурно. Вертолеты. Вот такие вот самолетики. Это, по всей видимости, самолеты, которые прям полностью могли с воды взлетать и на воду приводняться. Вот эти вот у них выше стоят моторы. Каталина. И поэтому они могли с воды, собственно, это все делать. Вот это тоже. Но это постарее. Конечно, интересно, вот так вот стоят они здесь. Стоят уже вот это частные вот самолетики вот такие. Появляются, армада. Да. Ну, они уже отслужили свое. Истребители. По всей видимости, истребители НАТО. Да. Такие серьезные машины тоже. Интересно, где их производят. Производили. О! Так это российское все. Здесь на русском все написано. Это, по-моему, российский самолет. Друзья. Да, Су-22. Вот вам и Испания. Оказывается, российские истребители стояли на вооружении. А вот это уже, по-моему, штатовские. Сааб Айджи 37. 2200 максимальная скорость. 20 тонн вес. Интересно, интересно. Вот это тоже истребитель. Тоже Сааб Лансон. Вон там сколько истребителей. Это все истребители. Интересно, почему у них российский был. А это пожарная машинка такая. Джипик. Видимо, для аэропорта. Сантана Ландровер. Тоже старенький. Ну, такой симпатичный. И именно сделан под пожарную машину. Тоже российские истребители. Каким они здесь оказались, я не знаю. Вот этот. Вот это тоже российский истребитель. А флаг. Вроде бы как бы испанский. Почему так? Это совсем старенький. А это уже натовский Мираж F1. Истребители здесь прям совсем много. Но это на самом деле мощнейшая техническая такая. Это Миги. Миги. Миги 17. Ии... Миги 21. Миги 21. интересно как так получилось что миги на вооружении испании были это миг 23 их целый ангар с вот такими вот старенькими тоже самолетиками и с кукурузниками гражданскими ко мне подошла девочка и говорит что типа здесь все бесплатно и горнули так пришел понял что здесь все бесплатно она говорит но у вас не мог понять оказывается нельзя здесь со вспышкой фотографировать понять бы только еще почему я говорю я просто хожу видео снимаю вот fiat вот такие вот двигателя устанавливали значит на эти самолеты интересно конечно очень интересно туалеты здесь а вот вертолеты раньше вот такие были старенькие круто круто конечно круто это прям вообще большие двигателя 12 цилиндровый а это погружаться под воду скафандр тут уже двигателя такие да причем здесь можно с каждой сканировать qr-код и получать больше информации о каждом самолетике так далее а здесь в каком-то даже масло было залито масло сливается они поддончик поставили а полы блестят просто чистейшая идеальная чистота и не жарко двигатель поршень тоже с какого-то видимо большого самолета вот они показывают какой гигантский может быть коленчатый вал распредвал все очень большое здесь у них еще один ангар тоже все чистенько вот машинки вот такие вот чего они делали я даже не знаю вена а это видимо машина которая в общем пропеллер эту машину возил и вот они выдумщики здесь приборы которые они использовали а это вот оружие которое устанавливалось всякие разные автоматы пулеметы такие вертолётики были это пятиместный они кто ли вытирают то ли чё я не знаю на них даже не пылиночки вообще нету очень чисто все а это по моему кресло которое катапульта катапультируется это наверное опускалась сетка и туда можно было что-то складывать а сюда людей наверное светили вот целая лебёдка была а это раненых наверно поднимать ну вертолеты да это тоже такая машина стратегическая не везде может проехать полететь самолет машина не везде может проехать это полиция полицейский вертолёт такой раньше был вот они использовали лампы всякие разные короче здесь целая куча этих ангаров вот здесь они разбирают некоторые вертолеты некоторые машины тоже всякие разные там у них мерцедесы хамеры здесь у них тоже работают люди по-моему с какими-то отклонениями или с какими-то болезнями и в общем они кто-то там плохо говорит и он видит что я сюда не зашел он говорит еще 5 здесь есть иди в 5 посмотри синька да здесь тоже ангар целый с этими самолетами она война связь альбеем да видимо кто на земле был всякий разный да как круто все это бесплатно заходите смотрите изучаете увлекаетесь но там конечно нужно заплатить какие-то пожертвования то есть на ваше усмотрение как вам понравилось вот это тоже машинка какая-то была на это видимо связь вот опять ландровер это джип по моему чистейшая вся техника стоит ни одной пылиночки ничего нет с какой-то вездеход грузовик вот видите там у него может быть масло капает они подкатили поддон все двигатель тоже можете прям подойти вот так посмотреть турбореактор как что для чего там некоторых местах они тоже выпилили обшивку и конечно особенно детям это будет вообще прям очень интересно кто техника увлекается я тоже думаю я буду вам рекомендовать этот музей до двух часов он работает вот они его вот таким вот нашли этот грузовик и отреставрировали все презент покрасили все сделали для того чтобы вы могли прийти посмотреть это парашюты это по моему для воздушных шаров вот здесь всякие разные значки и наклеечки нашивки знаки отличия сапоги ножики это мультитул вот такие раньше были сапоги кожаные а это тоже истребитель между прочим не шуточки крутой музей в общем друзья оказывается нельзя наступать на газон здесь и ко мне сейчас опять пришли подошли говорят пожалуйста не наступайте на газон и туда не заходите где самолеты стоят я жила на извините спасибо спасибо что поняли спасибо что не будете наступать какие они здесь культурные это просто чё-то невероятно вот это все пошли уже штатовские истребители сумасшедшая техника старшайтер да это фантом макдональд дуглас 1971 год испания один пилот соли да это выход будем двигаться в сторону выхода наверно потихонечку ну музей интересный просто в россии как бы взяли сделали точно такой же музей в парке под открытым небом а здесь у них как бы вот все присмотром и внутри есть еще много ангаров где вы можете зайти погулять в принципе тоже круто и вот как я был в ставрополе где монумент уравли тоже видел такое тоже мне очень понравилось и здесь тоже круто принципе а здесь еще аэродром рядом дрому и там тоже и вертолеты один за другим слетают и самолеты тоже в том числе вот такие это тоже какой-то интересный самолетик айфюджет не жила ну сюда конечно лучше пораньше приходить чтобы все успеть внутри тоже прям такой серьезный музей дворцами туда нельзя заходить а вот вот такие у них здесь воздушные шары были раньше все это тоже иллюстрировано это тоже какие-то приборы они просто с собой носили вариометр вот это тоже наверное что-то типа дирижаблей первых все это наверное здесь и зарождалась как раз таки европа вот такие вот фотоаппараты были пистолеты награды фотоаппараты самолетики вот они вот это уже реальный реальные при реальные ну либо может быть это копии конечно ну короче они вот так вот выглядели эти самолеты старые у них были из кожи сделаны крылья а каркас из палок и кое-какие натянуты просто ниточки а человек там просто он лежал все капец удивительно вот они винты как этот тоже панели старые самолеты остатки винтов а это что тарабости слетали вот так на ковре самолете да вот восемьсот семьдесят пятый год потом да винчи изобрел восемьсот семьдесят пятый год арабы сначала полетели потом да винчи 1480 и потом 17 век вот дирижабли пошли 18 век тоже дирижабли дирижабли 19 век уже прям серьезно было у них все пошла промышленность собаками везде стрелочки везде все флаг флаги вот раньше такие разные были это флаги держалка для флагов вот здесь разные командующие вот они награды у кого какие награды были удостоверения тут всякие разные прям удостоверение вместе с этими даже с корочками вот они все эти люди да уж конечно крутое место я сначала думал что здесь не так круто а здесь прям просто невероятно круто и почему-то нельзя вспышки делать не знаю почему вот здесь тоже награды это что самолета это каталка для самолета по всей видимости а для дирижабли а здесь прям можно зайти как в окопах было все дело чем маскировочная сетка натянут ящики оружие но они конечно молодцы как заморочились а сейчас некоторые из из таких коробок из картонных коробок себе строят дома и живот вот ремонтировали вот так в песке моторы на коленке да ну а чё ремонтировать надо было вот ремонтировали он там у них инструменты раскидывал раскидывал так были разложены аккуратненько и все по тропиночка музыка такая играет вот что отрывали ну место интересное однозначно здесь из камня памятник вот она оружие тех времен причем как бы здесь это все это освещается люди вот работают все серьезно не так просто вот они снаряды они скитывали вот такие там бомбочка да а так лечили и там в этой палатке тоже что-то лечили по моему вот здесь с 19 века пошло прям сильное серьезное развитие с 1914 вот они начали вот так и пошли пошли все выше и выше и по высоте выше вертолеты вот семьдесят первом уже у них истребители были это геркулес семьдесят третьим бомбардировщик семьдесят пятом его 2013 евро файтер ну музей конечно же богатый вон у них еще по моему этих самолетов и лодки тоже были свои а вот это вот заводилка моторов по моему как раз таки булочки бочка была из алюминия на кольца были такие типа чугунных круто музей мне понравился я вообще не смотрит понравился в целом пока на первый взгляд здесь тоже всяких наград очень много так вот просто лишит это все это вот канализационные люки видим аэропортов они любят тоже и и собирать коллекционировать фотографии вот с тридцать восьмого года вода это все все с авиацией связанные люки все чугунные еще мердолет ми-8 прямо ссср и по всей видимости а написано польша делала смысле больше для советского союза делала что ли лучше непонятно вот цены на вино друзья 250 евро 230 но это вторая бутылка будет но вот это вот за 250 можно купить бутылка вина 2 евро стоит причем это весьма приличное вино и и порой бутылка воды стоит 2 евро здесь только вина стоит 2 евро цены в европе на голубика пол килограмма стоит 4 евро 2 тысячи пол килограмма голубить большое ведро друзья мы приехали в наш новый отель вернее это не отель это квартира короче говоря мы сегодня здесь будем стряпать здесь вот вода стоит целая куча воды кофе машины холодильник есть и штраф 50 евро сейчас узнаем за что наверное если будет кто-то громко разговаривать или будет кто-то пить вино то сразу штраф здесь такая гостиная зона отдыха вода можно еще купить капучино за деньги по моему да он для тебя копеечка туда вниз наверно служебные помещения здесь вроде как барбекю можно сделать и в общем не разговаривать короче здесь вай-фай у нас здесь туалет сейчас посмотрим какая комнатка а здесь я думал это они пошутили на фотографиях было вино короче говоря с этими комплиментами а я они на самом деле принесли и вот какие они милахи прям на кровати бутылка вина вот эти парковки с зелеными линиями это платные парковки с утра до сиесты во время сиесты бесплатные и ночью тоже бесплатные но мы здесь нашли парковку которая всегда бесплатно в общем поставили там машину и короче говоря в принципе с двух можно было с 2 до 5 здесь поставить ну и он стоит по моему 30 евро всего лишь эта комната с таким большим вот зоной здесь везде написано что надо тихо себя вести а кондиционера нет вентилятор только ничего страшного самое главное зеркало есть и вино здесь целая куча посуды вода кофе машина и вытяжка есть здесь тоже целая куча посуды может быть даже все есть как будто домой к себе пришел причем я его снял не через rnb и через booking кисту о вообще гениально придумано конечно это кто-то свои продукты заложил а здесь у каждого свой номер есть у нас какой она на наши кто-то сложил уже сегодня я буду кататься на электричке вчера ездил на поезде сегодня катаюсь на электричке если у меня вчера на поиске получилось проехать бесплатно на автобусе сегодня на электричке здесь турникеты и нужно обязательно билеты покупать в общем 2 евро стоит в одну сторону здесь три остановки с вот этой станции как же она называется а позе ла вот си 10 это в ту сторону геи там не на наоборот туда ехать о нарисовали графики на поезде я думал они здесь графики на поездах не рисуют поезд работает кондиционер он не погружается не уходит под землю то есть можно еще с окошки северами мне надо три станции проехать но достаточно быстро не останавливается как автобус поэтому так быстро получается любопытно что мы едем здесь по каким-то лесам валя Возле Мадрида оказывается так много лесов По всей видимости он когда отъезжает Тоже по кругу, так же как машины Поезд И потом где-то с другой стороны в центр попадает Потому что здесь лес прям прям очень Привез меня поезд Уже поближе к Мадриду Вот в такой вот стеле К монументу Называется станция Пирамидес И дальше можно поехать на автобусе Но я думаю я еще пройдусь пешком Потому что билет Музей, короче говоря Прада откроется только через полчаса Бесплатный вход начнет действовать С 6 до 8 Можно бесплатно зайти Поэтому я как раз сейчас полчаса Дотуда прогуляюсь И посмотрю здесь достопримечательности Потому что автобусы у них тонированные И там по сути ничего не видно И короче говоря Я лучше поеду Пешком пойду И до сих пор сиеста у них Они спят После обеда И еще солнце жарит Но на самом деле Здесь в обед После обеда Пока вот это активное солнце Здесь прям вообще нечего делать Это вот только если минут 20 прогуляться И все Потом вот после 9 После 10 Они начинают просыпаться И ходит этот Электричка Эта которая меня привезла До 12 оказывается Поэтому я могу до 12 гулять И у меня как раз обратный билет Куплен Я отсюда уеду 18.30 И вот такая вот здесь очередь Чтобы зайти бесплатно Наверное целый квартал И еще за мной тоже люди собираются Мы наверное сейчас будем Полчаса здесь в очереди стоять И там потом Час останется На посещение музея Скорее всего А музей вот очень большой На самом деле Но зато бесплатно Там 2 или 3 евро стоит вход Наверное нет в этом никакого смысла В общем друзья В любом случае нужно подойти в кассу И они дают билет Бесплатно И в принципе на нем написано 0 евро Ну до 7 часов Несмотря на то что Очень много людей Хочется идти все равно У них здесь очень организовано Все никто не толпится С ума никто не сходит Люди спокойненько заходят Очереди отстояли И вот пожалуйста Билетики сейчас просканируют у нас Если мы зайдем В музей Прада Здесь такие правила интересные Вы не можете сюда зайти с водой И С рюкзаками Вообще даже с пустыми бутылками Невозможно зайти Я думаю это связано с тем что Наверное кто-то может Налить воду И испортить Произведение искусства Только что я вышел Весьма увлекательное Конечно это было у меня Путешествие по Музеям собственно И Первое что нужно отметить Это то что Два часа Это просто невероятно мало И я теперь понял Почему они пускают людей Сюда бесплатно каждый день Потому что за два часа Вы даже самой маленькой части Не сможете обойти Этой выставке И Музей просто невероятно большой Встречаются Произведения Оригинальные Боттичелли Пикассо Ну и вообще Очень много разных скульптур Эпохи Римской империи И вообще разных империй Музей просто невероятно большой Вот я сейчас Иду с краю Это вот только его Крайняя часть А у него еще там Три или четыре уровня И Он просто гигантский Короче говоря Поэтому Если вы хотите сюда прийти Я думаю Будет вам лучше прийти сюда Прям с утра Когда у вас есть силы Потому что Ну Музей он Там некоторые произведения Они Немного так Даже утомляют Я бы сказал Какие-то прям так Восхищают А какие-то Там разные произведения есть И Ну Они не разрешают Фотографировать Не разрешают Снимать видео Там Некоторые люди Снимают Тайком Ну В общем Я думаю Если вы здесь Окажетесь Вам лучше Самим прийти И Своими глазами Это все Увидеть Музей Прада Вот он до сих пор Идет Это все Вот окна Это окна Этого музея И они Еще Забирают Бутылки Забирают Рюкзаки Если у вас Большая сумка В принципе Вы можете Здесь Наверное Даже на хранение Оставить Свой чемодан Утром И он До вечера До 8 часов Здесь пробудет То есть Это как Бесплатный Локер Такой Ну Я не знаю Вы сможете Выйти или нет Оставив Здесь Чемодан Наверное Попробовать Можно Вот Вот это все Здание Музея Прада Эдикейшн Как мы С вами Вчера Могли Наблюдать Здесь Очень Много Фонтанов Еще У меня За спиной Остался Ботанический Сад Оттуда Вход Стоит 7 евро И На самом деле Наверное Здесь В Мадриде Можно Гулять И вообще Наблюдать И проводить Вообще Очень много Времени Интересно Потому что Каждый день Здесь какие-то Удивления И я думаю Я обязательно Прямо сюда Приеду Еще раз Наверное Может быть Не На машине Можно спокойно В принципе Путешествовать Вот это Все Тоже Продолжение Музей Здесь Вот Центр Он Не такой Большой Зона Вот этого Нулевых Выбросов То есть В принципе Вы даже Можете Куда-то Сюда Приехать И Здесь Где-то Найти Место Для парковки Но мне Гораздо Удобнее Припарковать Машину Подальше Возле Там Где-то Отеля И Приехать На Поезде На Автобусе И спокойно Здесь Наслаждаться Экскурсиями Достопримечательностями Потому что в любом случае За Парковку здесь в городе В любом случае Придется оплатить Вот он Музей По-прежнему И Вот здесь Вот есть Собор С Северной Части И Вроде бы Как бы Туда Вход Бесплатный Но у меня Уже По-моему Батарейки Сели И Наверное Не хватит Сил туда Пойти Вы можете Приехать И посетить Вот эту Вот церковь Собор Храм Потому что Есть места В Испании Встречаются Где Не нужно Оплачивать Вот в такие места Заходить Помолиться Либо Посмотреть Как там Все устроено Вечером Весь Мадрид Постепенно Начинает Пересаживаться Вот на такие Площадки Ледние И За каждым Столиком Обязательно Будет алкоголь Там площадь Прям целая Была Бары Активируются Потихонечку Открываются И В общем Вчера Я Конечно Не заценил Здесь Тоже Такая Архитектура И Порой Интересная Попадается Некоторые Бары Рестораны Даже Очень Обратовывается Активируются